ребят приехал на джетский покататься все видите на своих траках кто-то приехал на mercedes и джел и видите я приехал на бронка ну а если очень хочется у вас нет ни бронка нет а то можно взять конце концов с 63 с 63 простите с амг он приехал и тоже привез с собой водный транспорт вот так вот ребята видите в америке как сложно жить если чего-то не хватает приходится использовать подручные средства народ всем блайн на холл признать на канале смольвен ссори за мой вид я просто сейчас нахожусь на рампе я просто ребята друзья приехали и короче говоря мы катаемся на джетский вот и пока я ребятам отдал джетский пока они катаются я решил вам запилить такой обзор ссори жарко поэтому начну из машины на самом деле очень очень важно про бизнес про бизнес арендный то чем я занимаюсь в принципе это основной мой бизнес я уже говорил что основной мой бизнес это все-таки я сдаю в рент машины категории семейные минивены из в принципе я очень часто показываю все свои машины их комплектации я покупаю новые автомобили очень серьезно слежу за ними да и в принципе у меня сегменты бизнеса это то что это семейные автомобили как правило небольшие пробеги сейчас я стараюсь отдавать больше на лонг-терм 10 дней недели там месяц то есть вот такие вода и соответственно работаю по юго-западной флорид но те кто приезжает майами вот я у меня сейчас несколько машин уехал по подписчикам которые приехали семьями отдыхать сюда в майами я доставлял машины отдавал они у меня соответственно сейчас с ними ездят ну в общем речь не об этом речь о том для тех чтобы чтобы вы не попали случайных ситуаций в которые попадают сейчас очень-очень многие я сдаю машины начиная от 100 долларов в сутки ну как правило то включены все издержки да у меня есть я подключен к sales такси соответственно вы оплачиваете мне на счет если вы берете меня машину в аренду даже по договоренности я с этого плачу налог 7 процентов там и так далее и тому подобное то все издержки то есть а цена получается ниже так вот разговаривая о том что а сколько стоит машина если брать в арендных компаниях у меня приехал сейчас гости они из калифорнии и они взяли в аренду автомобиль вот я сейчас в нем сижу потому что они поехали на детский я им детский привез на своем бронка и взял у них вот эту вот машину дабы показать специально вам на самом деле уже уже не раз вот я помогаю подбирать машины здесь сша для тех кто приезжает и не раз я уже показывал рассказывал объяснял как люди берут там через фейсбук или и даже в компаниях машины которые на фотографиях кажутся нормальными отличными потом по факту они их берут в аэропорту либо где-то там в майами и так далее я не про всех говорю но подавляющее большинство это полностью фейки потому что фотографии хорошие машины там 21 22 года на самом деле некоторые есть машины волос даже тотальной да да не удивляйтесь тотальный вот один из подписчиков рома вот мы доставали вот он брал себе nissan максимум свеженький но по погоду и по виду по фотографии но потом вот он приезжал к моим выбирали ему машину и соответственно показывали он показывал машину где абсолютно не работа консанер что машина вот тотально разбита и соответственно она была просто мертвая в общем куча махинаций куча всевозможных там невозвраты депозиты кстати мнение депозита кучи короче всякого говна но самое главное что вы приезжаете с детьми и семьей в аэропорт в аэропорт как правило вы уже уставшие после больших перелетов и вам не до того чтобы привередничать и соответственно вы берете машину вы уже заключили договор и в этот момент уже дохрен с ним как-нибудь до проезжу так заканчивается как правило большинство поездок и так давайте посмотрим рассмотрим что и за сколько взяли ребята так вот ребята из калифорнии заранее забронировали машину через соответственно cars rental cars ком одна из компаний в аэропорту естественно искали они вчетвером то есть двое взрослых двое детей поэтому им не нужен был дорогой автомобиль они искали максимально дешевый вариант агрегатор выдал цену внимание за 11 дней 320 долларов ну как бы супер цена и все как бы отлично и все получилось эта история уверен что большинство историй в этих условиях некоторые даже об этом стараются не рассказывать потому что потому что короче говоря уже попадаешь уже ну просто делаешь как бы потом выводы но для себя и ну чё всем рассказывать что попал в общем естественно об этом особо не рассказывают и однажды я показывал как я отгонял и к 7 на отправку ребятам оттуда мне нужно было за доехать обратно я не полетела стал доезжать и соответственно я взял в аренду машину мне есть роль где показываю и рассказываю что досталось мне так и того мой личный опыт я уже о нем рассказывал на канале показывал машину как в саванне в джорджии в аэропорту мне дали разбитую убитую королу где не было даже юсб где он был просто выломан слот потом в итоге с горем пополам за 300 долларов сутки медали mazda cx-5 короче жесть в общем опыт тоже был печальный и соответственно я о нем рассказал показал ну что давайте посмотрим обзор что дали и по какой цене машину но прежде скажу что цена в интернете который указывает там якобы 33 35 доллар она не соответствует действительности зачастую вам очень быстро туда добавляют всевозможные опции в этих опциях у вас цена из-за этих опций у вас цена превращается ну конкретно эту машину взяли за 100 долларов в сутки вы видели мои машины на обзорах которые я показываю мои личные то есть у меня их там сколько 12 штук вот ну постоянно и зрители видели ну давайте посмотрим что теперь за 100 долларов досталось ребятам в аэропорту майами да раз говорю там есть личные вещи поэтому на личные вещи мы внимание не обращаем их естественно там не было так досталась вот такая вот это корова все посмотрим какой год такой пробег все это дело мы с вами посмотрим в принципе с виду не так не так уж все и плохо я думаю что на парковке подходите вечером ночью так вообще все неплохо ну правда есть нюансы давайте так нюансы о которых естественно клиент не был предупрежден например вот такая фишка это вот машину такую уже дали клиенту она уже с повреждениями есть еще внутри нюансы давайте посмотрим с вами на сиденье автомобиля нет ребята это чтобы вы понимали это не сделали сейчас клиенты это такую машину дали вот это все у нас уже с вами было я просто если бы я сам не брал такую машину мне уже давали такую корову прям один в один прям вот с такими же разводами еще грязнее даже еще и вонял кстати машина прокурена несмотря на то что есть у нас с вами надпись не курите ку при курении в машине запрещено при этом машина прокурена наглухо то есть она воняет курю ну и соответственно здесь у нас такие вот не знаю видно туда переднее сиденье курева воняет очень явно а учитывая то что они с двумя детьми и соответственно они с детьми поехали в машине едут дети и это не иностранцы которые приехали это местные ребята с местными документами так вот чтобы вы понимали им в обязательном порядке втюхали дополнительную страховку отговорить у них не получилось несмотря на то что у ребят есть своя страховка пробег машины принципе не сильно большой 32000 но более или менее руль если бы не вот это вот вся бой конечно то это ткань ребята поэтому она не надо видеть rent company майами но это еще ребята и все ничего если бы ни один нюанс который вот так вы днем или вечером не увидите пока не начинается дождь а у нас сейчас бывает частенько дожди я не знаю будет ли видно ну давайте попробуем посмотреть на стекло где-нибудь вот здесь вот в этих вот местах не знаю будет видно не у меня просто сейчас не очень хорошо получается показать короче стекло заклеена ребята бронепленкой это конечно жесть но реально здесь стоит бронепленкой не знаю как ее показать и у вас когда вы смотрите глазами не через видоискатель не через камеру у вас все в такой небольшой рябе а когда начинается дождь то видимость у вас снижается почти процентов на 30 и зачем и самое главное для чего сделано здесь бронепленка не знаю как она наклеена либо это какое-то отсвоение внуль но по-моему это все-таки заклеена пленкой ну да похоже что заклеена пленкой и это нонсенс это просто нонсенс это абсолютно небезопасно для водителя когда вы садитесь очень очень явно видно не знаю у меня просто к сожалению не получается показать видоискатель не определяет отверганную сглаживает и вам показываю чистую картинку но на самом деле стекло у вас все как будто бы немножко мутное это жесть это просто настоящая жесть в общем и того стоимость этого автомобиля обошлась в 100 долларов в сутки ребята не попадайтесь эта машина и красная цена там 25 30 долларов в сутки а то и меньше можно найти подобные автомобили за 700 долларов в месяц участников компаниях и так далее но естественно работать с проверенными компаниями особенно те кто показывает рассказывают так далее их много в интернете на ютубе фейсбуке и так далее поэтому ребят вот так вот показываю просто когда мне там говорят что ну как же делать бизнес по аренде я всегда говорю что ребята бизнес по аренде вот 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 смотрите вот я приближаю видите стекло видите и вот теперь смотрите вот здесь я приближаю у меня отрабатывает телефон так чтобы картинка была четче но в целом в общем ребята вам такой такая зарисовочка кто соберется в майами будьте пожалуйста осторожней кому понадобится машины обращайтесь когда у меня есть я всегда предоставлю машину там за те же самые 100 долларов в сутки но вас об все включено бы это будут абсолютно другого класса автомобили и доставка в майами да есть доставка в сарасоту да есть доставка в тампу есть если у вас срок от хотя бы 10 дней поэтому все это в принципе можно до договариваться все ребята пока пока вам вот такой сегодня информационный ролик спасибо что были на канале любимая рубрика по скриптум ребят хочу показать вам как тут у нас организованная линия где рампы стоят все на своих трачках я правда показывал здесь кто у меня в телеграме телеграм канале подписаны с момент этом показывал как чувак приехал на mercedes-benz си 63 с и привез с собой трейлер а это вот люди видят свои лодки под заправка здесь можно заправить свою лодку там все что вам необходимо и соответственно стоянка парковка вот такая большая вот моя машина стоит я приветствую джетский и соответственно его для легковых машина это все видите для как бы трачков и для всех кто с прицепами очень большая парковка кто-то сгружает кто-то разгружает на самом деле удобненько все поставали вот за что любят здесь траки то есть это общественная рампа есть еще бесплатная там въезд про стоит 5 долларов а здесь значит у вас нематери рованы и суда то есть лодки там такие всякие имеется ввиду к но и там 300 катателей 5 долларов а за каждую любую лодку без разницы какое водоизмещение 10 долларов соответственно народ видите здесь вот так вот это все это вот это вот можно все дотянуть и заправиться какая стоимость бензина здесь она будет явно дороже я что-то не вижу как а вот 48 но это очень дорого я на самом деле просто цепляю подъезжаю на заправку и заправляю у нас бензин стоит 350 а здесь ведь я вам надо так показываю кому рубрика по скрытному интересно то соответственно показываю вам вот такие вот такие вещи бытовые мелкие это идет ремонт у нас был большой ураган это все вы то что увидите это все уже не вот не подлежит восстановление не все меняется носят там и как бы новые ставят причалы это вот club то есть лодочный клуб просто еще одна колонка из 39 кстати ну вот так вот все показал обычно еще рестораны к пушкину сейчас цели после урагана многие из них закрылись они переделываются ремонт происходит все пока пока сейчас увидимся сейчас увидимся сейчас увидимся